всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите как всегда кулинарную пропаганду сегодня на вторая часть интервью с владимиром привет волоть какой наиболее часто частый вопрос ты от своих так скажем клиентов слышишь чем вашей деревне можно заняться потрясающий вопрос я обычно отвечаю так что людей активных здесь обычно не хватает времени на все чем хочется заниматься конечно же это не города если вам хочется и это театров хочется культурные программы то наверное нет смысла здесь вселиться на постоянное так сказать проживание но если вы люди попроще да и вам хочется просто активный образ жизни спорт на что мне не хватает времени ну и денег признаться честно яхтинг рыбалка классная рыбалка здесь на тунца здесь 300 400 килограммовые тунцы плавают рядом с нами рыба меч тут тоже тоже не хватает времени к сожалению удовольствие я подводный охотник я словах почему на потому что я сюда ехал намереваясь не вылезать из моря с ружьем реально за вот три с лишним года жизни здесь я выбрал времени на это свое любимое занятие буквально четыре может быть пять раз не хватает времени я так увидел здесь в море не успел подстрелить рыбу луну вот не вру понятно что сейчас скажете рыбак и так далее но не обхватить было я такой только в аквариуме в валенсии видел а глаза у нее такие да здесь живет много англичан хави вообще английский город здесь и сервис английский и развлечения английские английское заключение это гольф смотрите получается гольф яхтинг рыбалка подводная охота дайвинг опять же много бреков ну то есть затонувших кораблей недавно даже дэнни нашли галлеон золотом на 200 миллионов евро офигеть это было буквально после шторма пару лет назад они нашли затонувший испанский галлеон вот прямо рядом с портом тэнни жизнь проходит буквально мимо от нас до бенидорма 40 километров там классный аквапарк вообще суперский замечательный парк аттракционов тирамитика называется там парапланилизмом занимаются от нас до валенсии то же самое 100 километров а там и музей кинографии с дельфинарием и подводным туннелем из стекла там наверное самый классный зоопарк из всех которые я где-либо видел он сделан так что звери по сути в естественной среде обитания показаны а здесь в округе куча картодромов с отличными трассами для детей и взрослых здесь пейтбольные клубы есть весь вопрос в том где найти на все это время насчет климата сегодня так что вы понимали 13 января 13 января 2017 года вот мы сидим здесь на пляже пьем чай конечно не жарко ниже это не таиланд не таиланд но в таиланде между час наводнения у нас слава богу нет ничего допустим человек решил купить здесь недвигу но не живет здесь только приезжает в отпуск сможет ли он зарабатывать на сдачу этой недвижимости в аренду и вообще оправданно это или нет вот прям зарабатывать наверное нет если может быть какой-то исключительный случай конечно может быть как недвижимость которая очень хорошо прям сдается и стоит недорого очень но обычно это не более там 2 3 процентов годовых вот и надо решать достаточно много проблем до которые могут также сжирать дополнительные деньги да вот ну и для решения этих проблем вам надо либо самому здесь находиться работать по сути да работать по сути в этом да причем в этом случае надо тогда не одну недвижимость иметь а хотя бы там три-четыре-пять ну вот как я там занимаюсь или нужно иметь человека человека как я услуги которую надо оплачивать такого вот прямо смысла именно рассматривать то что вот я куплю дом и буду его сдавать и будут на этом делать какой-то доход нормальный нет но с точки зрения просто купить домик окно и жилье жилье и его еще сдавать чтобы он окупал себя и был как бы не пассивом до висящем на шее мертвым грузом а как в какой-то степени активом небольшим то это да это можно что-то сломалось вот эти самые расходы все-таки съедают полностью весь профит от сдачи индивиду или все-таки что-то там остается нет но я называю деньги два-три процента это уже расходами с учитывая все расходы если море пляж что соответственно жилье нужно какое-то поближе к морю так чтобы не нужно был на машине кататься можешь показать нильвигу из такого раза да давайте посмотрим вот сейчас квартирку небольшую у меня очень хорошо сдается особенно летом вот она находится как раз здесь в хаве 10 минут до пляжа 2 минуты до магазинов и там реально можно жить без машины слушай ну пока едем скажи сколько стоит содержание недвижимости ну на самом деле по нашим меркам не так дорого значит есть налог на недвижимость он составляет там год от 200 евро за небольшую квартирку да там тысячи и более евро за большой дом там виллу большой то сколько нам не знаю квадратных метров условно ну условно двести пятьдесят триста квадратных метров там десять соток земли есть налог на вывоз мусора он составляет за одну собственность про это 110 евро в год да в год есть оплата электричества воды ну вот самый основной расход это конечно электричество электричество дорого здесь в районе 17 среди там 17 центов за киловатт вот мы приехали в логово дракода пойдем смотреть пойдем ну квартира находится на первом этаже такого закрытого комплекса вот тут есть и бассейн и сад здесь же кстати до моря пешком дойти сколько минут десять и до буквально 10 минут до моря две минуты до магазина прямо через дорогу я сразу интересует кухне конечно достаточно просторная кухня вам скажу достаточно просторная причем все что нужно для готовки здесь есть все вижу тут и плита газовые духовка и микроволновка вижу посудомоечную машину и здоровенный холодильник так ну давайте наверно сначала это одна спальня главная спальня с ванной отдельно и гостевая спальня две кровати и также отдельная ванна окна окна с москитными сетками можно через окно сразу выходить на улицу если хочется у нас очень пожарной безопасности здесь были решетки я решетки снял вот я вообще везде снимаю решетки и ставлю большие окна с безопасным стеклом безопасным защитным стеклом у нас в урбанизации за последние наверное два или три месяца пошла волна краш не такой бывает зимой в нежилые дома забираются как правило это всякие там из болгарии там за молдавии такие грабители и в некоторых случаях вытаскивать вообще все почистую вплоть до вилок и ложек но вот последние три или четыре раза кстати ты ночью опять случилось представляешь да на форме люди пишут вытащили из двух домов телевизора что телевизор и стали таскать представляете к ерунда вот здесь а вот он стать и бассейн а что здесь с жильцами в основной массе так понимаю только те кто отдыхать приезжает здесь живут или нет здесь постоянные жильцы очень много приблизительно можно прикинуть сколь у сколько здесь процентов 25 постоянные жильца ну что поехали к этому самому к дому кому дорогому да поехали туда и 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 но добро пожаловать наконец мы добрались до дома касса инсуэня дом мечты Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мечта. Такие двери здесь. Так. Ну, меня, конечно, в первую очередь интересует кухня. Кухня небольшая, но, в принципе, симпатичная. И знаете, что я хочу вам сказать? Очень важно при проектировании кухни соблюдать принцип треугольника. То есть на кухне любой есть три важных зоны. Это зона мойки, там, где вода, это горячая зона, там, где вы готовите, и зона холодильника. Вот чтобы вы как можно меньше уставали на кухне, когда вы готовите, меньше наматывали километров, нужно располагать эти три зоны по углам треугольника равностороннего. Тогда получается, что вы до всех самых важных зон вы ходите примерно на одинаковое расстояние. Не нужно бегать далеко. Так, если я вижу выход на улицу второй дворик. в хозяйственных помещениях. Здесь, я так понимаю, столовая. Симпатичный домик, между прочим. И какое-то огромное количество спален. Спальня раз с двумя кроватями. Это что? Ага, спальня с двуспальной кроватью. С деревянными панелем на стенах. И еще одна спальня. О, здесь еще и для ребенка, видимо. Да, слушайте. Большой дом-то. Я вам скажу, огромный. О, вот ты где. А это что такое? Здесь еще кинотеатр, гостиная и замечательная терраса. Вот о террасе поподробнее. Ну вот, здесь мы продолжим разговор. Да. Ай, что во рту пересохло. Я даже знаю почему. Много говорим. Надо больше жевать. Адак, можно в журнале? Это что профессионально налила. Так, ну что? Давай. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Великолепно. Продолжаем разговор. И солнце сразу в глаза. Закрою. Зенки свои бесстыжие. Скажи, пожалуйста, стоимость аренды в июле-августе. Вот той квартиры, где мы только что были. И стоимость аренды той же квартиры здесь, допустим, сентябрь-октябрь. Ну и то же самое для вот этого дома. Ну, август, июль-август квартира где-то 700 евро в неделю. Сентябрь-октябрь не сезон где-то 400 евро в неделю. Вот. И совсем не сезон. Это может быть, если на большой срок. Большой срок это сколько? Ну, больше трех месяцев, например. Это там 700 евро в месяц квартира. А сколько там человек? Ну, там комфортно 4 человека располагаются. Плюс там еще диван есть. Можно на диване, конечно, спать. Ну, там не очень удобно. А здесь? Ну, а здесь располагается 15 человек. Вот все, что видели на этом этаже. Плюс еще есть квартира внизу. Две квартиры. Есть еще спальня даже как на чердаке. Получается всего 15 человек. Ну, комфортно 13. 15 там еще на диване. Два человека. Ну, это если дети, допустим, да? Нет, если с детьми, то, например, с маленькими детьми до 3-4 лет можно еще дополнительно кроватки ставить небольшие. Сколько стоит этот дом? Значит, дом в августе 2500 евро в неделю. если, ну, заселяться большой компанией. Если чуть меньше, то там дешевле чуть получается. А за счет чего разница? Ну, меньше убирать, меньше стирать. Ну, и, конечно же, выгоднее снимать такой дом, чем, например, там 3-4 квартиры или там два дома. Слушайте, ну, давайте объединяйтесь телевизорителям. Подписчики, списывайтесь и приезжайте сюда. Мне ставили кареты. Напоминаю, 13 января. 13 января. Мы сидим вот целый день здесь катаемся, снимаем. Ну, погода великолепная. Наверное, градусов где-то 16-17. У моря, да, ветерочек не очень комфортно. Не покупаешься. Да, не холодно, но не комфортно. Дует. А здесь вообще чишь да гладь. Ну, в сентябре-октябре это может быть, конечно, гораздо дешевле. Там полторы тысячи в неделю. Даже и дешевле. В зависимости от того, опять же, на какое количество гостей и сколько по длительности съема. Ну, а в не сезон можно снять этот дом. Ты называй сразу, что такое не сезон. Потому что... Не сезон это с конца ноября до середины конца апреля. То есть, декабрь, январь, февраль, март, середина апреля. Да. Вот этот период. Да. Это можно снять где-то полторы тысячи евро в месяц. Плюс расходы там ну, на электричество, на воду, которые составляют вроде там 100 евро, там 150 евро в месяц. В зависимости от того, опять же, как топиться, какую температуру. Это я вам напоминаю, речь идет о семье в 15 человек. Да. Если вы приезжаете, даже раскладывать нужно на 15 человек. Нет, можно снять и меньше. Можно снять, например, только верхний этаж дома, да. Это будет дешевле. То есть этот дом, в чем его плюс, что из-за того, что тут три отдельно фактически жилых зоны, их можно все отдельно сдавать. На мой взгляд, вот так вот вытручив глаза, все, мне захотелось в Испанию, я сейчас поеду, недельку там пожилу, за недельку пересмотрю кучу вариантов, куплю и все, довольный буду. Так, наверное, не стоит делать. Не стоит. Тут два варианта. Либо вы экономите свое время, если оно у вас стоит очень-очень дорого, то вы можете приехать, например, там на неделю, взять отпуск на работе, да, или, если не надо ни у кого просить отпуск, вы большой бизнесмен, просто приехать и за эту неделю найти и купить все, да, и быстро. За сумасшедшие деньги. Я знаю случаи, когда переплачивали в два раза за недвижимость. То есть, вместо 100 тысяч евро платили 200, там, да, то есть, вот фактически вот эта неделя, да, которую человек сэкономил, там, или, ну, чтобы найти хорошую недвижимость, нужно, наверное, я бы сказал, 2-3 месяца, да, 4, может быть, чтобы найти недвижимость, которая будет стоить ниже рыночной цены, там, на 10-20%, например, да, но в этом случае зато, как бы, экономится реально и в этом случае имеет смысл пользоваться, ну, услугами, да, то есть, даже вот таких, того, кто будет искать. Да, кто будет искать. То есть, агентства, вот, в чем, как бы, большой недостаток здесь, да, в том, что они пользуются вот этим случаем, потому что люди прибегают, что быстрее, вытрачив глаза, им все нравится, потому что здесь все, в общем-то, хорошо, особенно, если сравнивать, ну, с какими-то другими регионами, то есть, здесь и цена, в принципе, доступная, да, и качество, и красиво все смотрится, и зелено, люди приезжают, им все, в общем, нравится, им называют цену, и они, как бы, ее покупают, берут, да, потому что они не знают, что вот рядом, да, стоит все это там, может дешевле быть, поэтому важно потратить, сделать, так сказать, домашнее задание, потратить, нужно необходимое количество времени, чтобы во всем разобраться. для этого вот не надо приезжать и сразу покупать, нужно приехать, порендовать, может быть, разок в другой, там, месяц, да, и потом уже принимать такое взвешенное решение, да, то есть и медленно, спокойно искать. Вот мне так кажется, что самый правильный вариант, в принципе, всегда, не спешить с этим делом, потому что, ну, поездка в Испанию, ну, это отпуск для вас, поэтому его нужно рассматривать, как приехать, присмотреться к этому месту, подумать, а нравится ли это место вам, или нет. Допустим, вам понравилось это место, все здорово, все замечательно, не спешите, приедете на следующий год, или даже в том же самом году в другое место, до которого вы не доехали, там попробуйте, посмотрите, там отдохните. Даже если какое-то место вам очень сильно понравилось, были летом, приедьте, потратите, не знаю, 3-5 дней, неделю в зимнее время, в это же место, может, даже в этот же дом, который вы арендовали, посмотрите, что вокруг, потому что здесь целая куча вот этих самых урбанизаций, городков, которые заселены жителями только в летнее время, и вы приезжаете, и вроде и здесь соседи, и здесь соседи, и люди все живенько, и все нормально. Приехали среди зимы, а поселок вымер, нет никого, просто нет. Вот, например, в таких вот урбанизациях курортного типа, там вся заселяемость очень низкая, потому что дома в основном именно курортные, дачи, так скажем, но рядом есть небольшие поселочки, в которых живут уже постоянно люди, там у них квартиры, они недорогие, стоят квартиры 50 тысяч, может, 60 тысяч евро. У меня вот недавно работник мой, купил квартиру за 30 тысяч евро в Дене. Вот, но она, конечно же, в старом фонде, ее нужно ремонтировать, вот, но, тем не менее, это полноценная, по-моему, там, ну, в районе 60 квадратных метров квартира, вот, в городе, да, то есть, в курортной, ну, в курортном зоне, но не в курортном районе. Скажи по поводу отопления, если в зимнее время приезжать. Да, абсолютно верно, то есть, на что надо обращать внимание здесь, при выборе дома, ну, в аренду. Во-первых, дома здесь, особенно вот, курортные, да, они рассчитаны на летний период, то есть, проживать здесь можно, грубо говоря, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Вот, в ноябре дома эти не обладают нужной системой отопления, нужной, должной степенью теплоизоляции, поэтому вот одна из моих, почему я процветаю, эта компания моя строительная, да, это то, что я вот делал ремонты и таким вот, да, таких утеплял эти дома просто. А то недвижимость, которую ты вот предлагаешь через сайт, через Airbnb, это дома годные для зимнего проживания? Скажи, на что обращать внимание, когда пытаешься арендовать недвижимость через вот сайты, ну, через вот эти Airbnb, TripAdvisor, там, Booking.com, что нужно делать, чтобы не попасть, короче? Отзывы. Самое важное, это отзывы, конечно же. Нужно, чтобы было их много, этих отзывов, и чтобы желательно хозяин был на этих сайтах уже долгое время. Вот, потому что бывают случаи, когда людей и кидают, и не приезжают, и нет никакой недвижимости, которую они снимали, бывают случаи, когда их заселяют в чужие дома, потом приезжает хозяин, начинает разбираться. То есть, они становятся поневоле оккупасами. Да. Важно именно, чтобы были хорошие отзывы о хозяине, и была история его работы. Ну, вот у меня, например, недавно мне дал AirBnb сатус суперхозяина. То есть, это значит, что у меня там большинство моих всех клиентов, они очень довольны, у них, они мне дают все пять звезд, что я никогда не отменяю резервации, да, то есть, решаю все проблемы. Короче, все хором, переписывайтесь между собой и записывайтесь к Володе. Варендовать его не двигают. Еще, правда, маловато, и только в зимнее время. конкурс. Ну что, спасибо за такое насыщенное интервью. Пожалуйста. Спасибо вам за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok